Хрущёв только что вернулся из поездки в Соединённые Штаты. Посетил Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, опять Вашингтон. Был на заводе компьютеров IBM в Сан-Хосе. Компьютеры внимания Хрущёва в 59-м не привлекли. На заводе его потрясло кафе самообслуживания. В тот же визит Хрущёв навещает в Айове старого знакомого, фермера-миллионера Гарста. Хрущёв с Гарстом познакомились в октябре 55-го в Ялте. Тогда, в 55-м, в Айовской газете «Демойн и Реджистер» опубликована статья, призывающая СССР вместо гонки вооружений посостязаться в сельском хозяйстве. Американцы приглашают советских специалистов. Хрущёв направляет в Айову делегацию во главе с министром сельского хозяйства Мацкевичем. Делегация возвращается и рассказывает об особых гибридных семенах кукурузы. Хрущёв поражён услышанным. Вот тогда Хрущёв и направляет приглашение американским фермерам. Приезжает фермер Гарст. Они часами говорят о кукурузе. Гарст тогда же съездил на целину. Удивлён безхозяйственностью. Обещает целинным колхозникам пожаловаться Хрущёву. В 59-м году советские комбайнёры проходят практику в Айове. А Хрущёв отдаёт визит Гарсту. Если посмотреть со стратегической точки зрения на призыв айовских фермеров посоревноваться с советскими колхозниками на полях и в коровниках, то в этом призыве можно вполне усмотреть провокацию. Получается, что американцы соблазнили Хрущёва. Что именно на их призыв Хрущёв откликнулся лозунгом «Догнать и перегнать Америку по мясу и маслу». А всё происшедшее вслед за этим в СССР обернулось разгромом сельского хозяйства. А американцам только того и надо. Однако эта заманчивая версия не выдерживает критики. Хрущёв просто действует в привычной советской манере. Всё происходящее в деревне в конце 50-х – рядовая советская компанейщина, партийно-чиновничья безответственность, плюс опасное хрущёвское желание – чудо. Кукуруза – самый яркий пример. Под кукурузу отводят лучшие земли – те, на которых раньше сеяли рожь и пшеницу. Производство зерна падает. В счёт поставок вынуждены сдавать то зерно, которое положено оставлять на семена. Его сдают, и тут же в Москве просят зерно для сева. Москва зерна не даёт. Тогда на местах начинаются приписки и фальсификация. Наверху их осуждают, и тут же снова толкают на мошенничество. Кукурузу сеют от Кубани до Вологодской и Архангельской областей. В Рязанской области тоже сеют кукурузу. Сначала на болотистых лугах, потом добираются до самых лучших. Сразу катастрофа с кормами для скота. А Хрущёв говорит, кукуруза, товарищи, это танк в руках бойцов, я имею в виду колхозников. Это танк, который даёт возможность преодолевать барьеры на пути к созданию изобилия продуктов для нашего народа.